МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем-всем привет! Привет! Девчата, хочу в этом видео показать вам тюль, которую я получила. Ну и готовые, что сшила. Вот эта стопочка, это тюль для дочери. Это сшитая. Я вам покажу, прям разверну и покажу. И два вида шторы я показывала уже. Вот такие шторы я сшила. Они, знаете, вот такой велюровый эффект у них. И вторая вот такая, тоже шторы. Это на окна. Вот это как бы как вот шелк, что ли. Такое ощущение, как шелковые. Но они не шелковые, они плотные, хорошие шторы. Обзор есть на эти, на шторы, отдельное видео, поэтому на них я останавливаться не буду. Просто вот это вот готовые для Наташи. Это тюль тоже уже все обшитые, пришитые. Только вешать, гладить и вешать. Покажу. И вот эта вот стопочка, это все, что мне пришло с тканюшек, с ласковый сон. Ласкутный сон, девчата. Вот я его хочу назвать ласковый, и все. Ласкутный сон. Размеры стояли метр плюс. Вот такая вот как бы желтенькая, да? Ее раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь отрезов. Семь пришло. Потом вот такой один светлый белый. Это вот знаете, как вот блузки можно прям вот шить. Запросто такая вот она, я не знаю. Может быть, это и шьется таких. Потом вот такая тюль тоже классная. Вот она. Вот такая, девочки. Видите? Прям тоже такая она вся блестящая. Их, по-моему, два. Да, два кусочка. Но вот это не так блестит, как вот это. Вот такая. Все большие. Тут тоже раз, два. Вот одни кусочка. Это вот тоже, я говорю, она, не пойму, блузки. Прям вот можно блузки шить. Вы знаете, как школьные вот блузки. И, не знаю, такое, мне не попадалась такая в шторах. Их тоже два куска. Вот такой, вот такой. Вот такой я сшила вчера Наташи. И вот такие два. Вот таких два кусочка. Они получаются, видите, как рельефные. Вот они два кусочка. Я покажу, разверну, покажу. Сейчас пока так. Так, вот таких, вот цветных, их три шторы. Но они не сильно большие по ширине. Эти я себе оставляю. И у меня еще, которые мои, сейчас покажу. Вот такая штора. Это моя будет. Вот она, видите? Прям такая красивенная. Это мне остается. Потом вот такая тоже мне. Но эти я вам не буду показывать, которые. И вот эти вот две шторы. Это я в зал. Они как ночные, что ли, будут поверх тюля. Вот эти вот две шторины. И еще одна. Тоже в зал. Вот такая. Она, девчата, идет как градиент. Ну, сейчас я Наташины буду показывать. И вы увидите. Я раскрою. Вот эти вот тюли. Все пришли мне. Цена была за килограмм. Тюль 350 рублей. Вот. Получается, портьерная 370 было рублей. А тюль 350 за килограмм. Вот здесь я брала тюль на 3000. Ну, почти 10 килограмм, девчат. Очень много. Поношьем. Будем менять. Будем любоваться на эту красоту. Сейчас я поставлю камеру и покажу вам вот эти поближе. Посмотрите. Их во всю красоте. Ну, шторки, я имею в виду, тюльки. Девочки, на улице сильное солнце. У меня жалюзи закрыты. Ну, вот смотрите. Вот эту тюль, это Наташа. Вот я подальше отхожу. Вот начинается она. Видите, как? Вот это верх. Вот она идет. Идет беленькая. Вот такая красота. А потом она идет уже темнее. Вот. Темнее, темнее. И низ вот такой. Вот видите? Темненький. И там вот вниз уже обработанный, готовый. Вот эти шторы. Тюль-тюль. Их было три штуки. Две, значит, вот таких. Ну, почти по два метра. Вот. Две полосы. Это Наташа. И одна еще большая, шире. Тоже она готовая. Только вот здесь я, видите, на верлоке проходила бока. Больше ничего не делала. Просто обверложила. И пришила ленту шторную. Все. Все, что сделано вот здесь. Это вот дочери. Две. Две такие шторины. А мне одна, но она еще как бы шире, чем вот эти две. В общем, мы поделились, чтобы было и ей, и мне. Вот вторая штора. Вторая. Вот она. Это тоже Наташа. Потом тоже попалась мне готовая шторина. Смотрите, она какая большая. Так, вдвойне я вам покажу. Она три метра, по-моему. Да, три метра ширина. И вот такой вот на расцветке. Давайте вдвойне буду показывать, чтобы вы увидели. Вешать мне смысла нету. Прыгать, вешать на окошко и вам показать. И я уже вам на окнах покажу свою. Вот она, видите, рисунок у нее какой. Вот. Вот такой красивый. Поближе, прям поближе вам. Сейчас, мои хорошие, поближе покажу. Вот поближе вам покажу. Вот такой рисунок. Опять же, вдвойне не покажешь, девчат. Тюль как-то показывать. Вот он рисунок, видите. Вот такой вот. Вот такой вот. Идут как бы квадратики. Вот они. Она уже была прям вот, ну, готовая, девочки. Даже вот эти вот краешки у нее были обшиты. Просто мне вот повезло, что готовая штора. Единственное, без ленты. Ленту я пришила. И все. И так штора готовая. Тоже вешаю ее. Вот она. Четыре слоя. Вот такая. Тут сантиметров семьдесят. Ну, я говорю, она около трех. Три. Три больше метра. В общем, мы с Наташей вымеряли, вымеряли. Два шестьдесят делали у тюли высоту. Ну, и ширина прям широкая. У нее-то окна. Они живут в квартире. У них окна большие. У меня окна, конечно, намного меньше. И вот вчера я ей шила вот такие вот шторки. Тюль-тюль. Вот. Но ее можно поверх тюли тоже, мне кажется, вешать. Две половинки вот такие. Тоже обработала на верлаке. И все, девочки. Это вот то, что выбрала моя Наташа. Она заберет это все. Вот. Я уже вчера дострочила, доделала все ей. Но они не понесли. Дождик вроде как накрапывал. Говорит, мы не принесем. И сейчас вам покажу, значит, свою штору, которую я себе оставила. Девочки, настолько красивая. Мне понравилось. Но их... Это вот была одна. Да, по-моему, одна. Одна тут и две. Две евро. Две. Две. Сейчас покажу вам. Раскрою ее. Она такая прям нежнятина. Здесь тоже. Смотрите, низ, вот он. Прям уже готовый, обработанный. Вот он. Видите? Вот-вот-вот. Полукружочки такие. А здесь вот такими вот штучками идет вся тюль. Вот через... Вот я вам показываю. Надо было что-то темное одеть. Тогда, наверное, было бы лучше показано. Видно. Вообще, вот это вот красиво. Их две штуки. Ну, я вот так к окну прикладываю. Это как раз на мои окна. Два окна. Две штурины. Здесь только пришить то же самое. Обметать края на верлаке. Даже подшивать не буду. А верлаком пройду. И все. И она нежно так смотрится. Во-первых, не грубо. И нормально будет. Вот их два окошка. Ну, это вот на эту комнатку. Они уйдут. И сейчас еще покажу. Три кусочка было. Тоже на мои окна. Здесь даже вот такой вот низ. Уже кант пришит. Видите, здесь вот. Ну, это шились. Шились, видать. И резались шторы. А сам рисунок, девчата. Вот. Так, как показать? Опять же. Неудобно показывать. Тюль. Вот он рисуночек. Видите? Вот такой. Как вот его показать вам? Ну, если вот так, вы не увидите. Вот они. Вот, 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 вот. Вот. Вот такой вот рисунок. Вот. И к низу, к низу у него вот идет низ какой. Видите? Их три штуки. Три штуки. Тут больше метра. Или можно сшить все три в одну, как бы, шторину, да, тюль. И сделать вот так с вкладками. Тогда будет тоже классно. Ну, здесь больше метра. Вот. Вот она. Метр двадцать, может быть, метр пятьдесят. Где-то так. Три штучки их. Это я буду сшить себе, девчата. Вот. Ну, по шторам, как бы, все. Пусть будет такое вот коротусенькое видео, что я вам их показала. А то у меня все никак-никак времени не хватает. Вот таких вот тоже две шторины попало. Ну, и не знаю, она как гофрирована. Видите? Вот такая вот. Большие. Широкие, девочки. Вот такие. Высота три метра у всех. Тут не два восемьдесят, а два восемьдесят, два девяносто. Ну, грубо, около трех метров. Вот они. Две такие широченные. Вот. Не знаю. Это мы еще не решали, кому будет. То ли Наташе, то ли мне. Захочет, пусть забирает. И желтенькие я вам тоже. А, вот такие. Девчата, я не поняла, что это за ткань. Ну, как бы, вот она тоже такая широкая, широкая. Но мне кажется, знаете, вот как будто Наташа говорит, ну, как бантики были. Смотрите, вот можно как-то на блузке, на рукавчике, да, пускать какую-то отделку. Вот такую вот, такую ткань именно. Я даже не знаю ее. Ну, вот. Или же тоже вешать как шторы. Поверх тюли прозрачной. Вот. Как будто бы, как портьерку пустить белую, да. Будет все равно прикрывать. Ну, вот таких тоже два куска большущих, большущих. И желтеньких, желтеньких много. Я вам уже показала так их в стопку. Большая она. Вот такие. Вот. Видите, тоже. Вот это качество прям мне нравится. Она тоже здоровая. Их тоже несколько. Ну, тут сколько? Два нольметра. Метр. Метр семьдесят где-то. Вот так. Вот они. Вот. Тоже только обверлаживый. Или обверложивый. Правильно так сказать. Вот они краешки. Один край ровный. А другой краешек. Видно, что... А нет, здесь тоже вот кромка идет. С этого края. И с этого края. Тоже идет как кромочка. Вот она. Просто обверложить и все. И пришить. Длину вымерить. И пришить вот ленту. Она, представляете, какая длинная? Длинная 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 длина. Если вот брать на веранду, допустим, вот из этой уже два окна. Вот. Сразу два окна будут пошиты. В общем, шторы я накупила. Очень-очень много. Буду девочки потихоньку шить. Вам показывать. Ну, которые уже мои. Я буду одевать и вам показывать. А Наташины, конечно, мерить на окна, примерять я не буду. Это надо прыгать на окошко, туда вешать. У меня тоже 2,70 высота. Но сама шторина 2. Вот от потолка мы считали 2,60. 2,60. Здесь вот лежат мои, видите, это портьерка. Лежит портьерка, которая на мои окна. Вот такая же серая. Потом вот эта вот она такая на двери. А это шторы на Наташину кухню. С ламбрикенами, помните, были? Они у меня лежали. Я говорю, Наташ, забери. Они лежат. Вот они. Это верх. Ну, когда-то я вешала их. Они у меня как новенькие лежат. И лежат. Ну, сколько они будут лежать. На окна я их не вешаю. Сейчас покажу вам. Вот такая вот она. Вот. Это вот на кухонное окно я вешала. Но так как мы ушли с верхней кухни вниз. Вот они. Вот такие. Две вот таких шторы и ламбрикен. Это уже я отдаю дочери. Говорю, забирай. Там на кухонное окошко себе повесишь. А мне не нужно. Ладно, девчат. И сейчас вам покажу, что я вязала эти дни. Потихоньку, но вязала. А вот. Давайте перейдем на веранду. Там покажу. Девочки, что начала вязать? Давно не вязала, а охота. Просто охота. Руки просят. И взялась крючком вязать кофточку. Вот такая у меня пряжа. Мотылек. 70 хлопок и 30 лавсам. 140 метров на 150 грамм. У меня осталось их 3 штуки. Может быть. Ну, должно вообще хватить. Вот это вот от одного мотка. Вот сколько я извязала. Вот, смотрите. Это спинка. Я вязала, вязала. Думала, это будет спинка. Увлеклась так, что вывязала горловину. Видите, плечи и горловину. Сделала глубокую. Для спинки это не пойдет горловина. Это перед. Ну, получился перед. Ладно, думаю. Буду теперь вязать спинку. Вот спинку начала. Здесь, смотрите. Я провязываю. Набираю, значит, цепочку. Потом провязываю по столбику с одним накидом. Вот у меня идет. Потом идет галочки. Галочки. 5 рядов. Раз, два, три, четыре. Так, раз, два, три, четыре. Почему четыре? Должно быть пять. Раз, два, три. Четыре. Все правильно. Четыре. А я уже напугалась. Думаю, там пять. Потом опять идут столбики с накидами. Затем вот этот рисунок. У меня получается по краям два столбика с накидом. Здесь две петельки пропускаю. В третью вывязываю пять столбиков с одним накидом. Потом четыре пропускаю. Раз, два, три, четыре. И в пятый снова вывязываю из одной петли пять столбиков с накидом. А следующий уже ряд, поворотный он как бы вот здесь будет, наоборот вывязываю. Вот с этих пяти столбиков, беру пять столбиков с одной общей вершиной. Потом снова вяжу столбики. Вот, провязываю, провязываю. И пошла опять галочки. В общем, рисунок очень-очень простой. Здесь я не вывязываю, девчата, проймы никакой. Здесь будет спущенное плечо. Вот, вот здесь будет двадцать два сантиметра отступаю. Это будет у меня пройма. Вот, двадцать два сантиметра. Потом здесь я скос делала плеча. Вот здесь, видите, скос есть небольшой, но он есть. Вот до этой вот. Так вот у меня раз, два, три, четыре. Пять элементов и два столбика. Вот здесь я скашивала плечо. Значит, вперед вязалась у меня, просто провязывала. Потом провязывала с накидом, как бы повыше, да, делала. И потом переходила опять же на галочки. А потом просто закрыла. Все, скос есть. Плечо будет спущенное. Плечо, когда сошьется боковой шов, а здесь я буду делать обвязку. И горловину. То же самое буду делать обвязку вот таким вот рисунком. Вот этими же. Я даже не знаю, как назвать это. Ну, здесь пять столбиков с одной вершины и потом пять столбиков в одну вершину. Когда буду довязывать, я покажу. Потом уже полностью расскажу. И если кому будет непонятно, девчата, как, допустим, вот эти элементики сделать, я их отдельно покажу. Вот. Больше ничего не вязала. Вообще ничего. Пальчики вот зажили, перестали как бы трескаться, но они все равно трескаются. Вот такой мотылек и достала. Вдруг, говорю, не хватит, то буду вот такой вот делать обработку. То есть горловину, рукава. Это альма, тут сто процентов хлопок. Тогда уже я вот этим вот цветом отделку сделаю. Ну, я думаю, что должно мне хватить. Но на отделку не хватит. Потому что туда у меня ушло... Так, здесь три, четыре. Значит, у меня ушло почти шесть вот сюда. Шесть мотков. Ну, посмотрим, девчата. Посмотрим. Если не хватит, выйти с положения всегда можно. У меня есть еще вот такой же мотылек, только вот такой расцветки. Помните, я полосатик себе вязала на машине? Ну, или вот этим. Но я склоняюсь все же вот к этому цвету. Это темное. Ну, погляжу, погляжу. В принципе, можно и вот темненьким отделку сделать. И будет тоже неплохо. Все, девочки, я тороплюсь, бегу на Китай-город. И у меня здесь опять авария. Упало кусок дерева, отвалился, упал. Поэтому всем пока-пока. До новых встреч. С вами была Татьяна. А у меня, как всегда, проблемы, которые нужно срочно-срочно решать. Подписывайтесь на канал. Жду вас на Дзене и на Рутубе. Всем счастья, здоровья и мира. Пока-пока. Продолжение следует...